Привет! Сегодня я хочу поговорить про довольно-таки наболевшую тему, касающуюся радиостанций от компании Triumph Industries. И проблема заключается в том, что практически каждый, когда доходит до того, что лично начинает ими пользоваться, задается вопросом, а как же мне это подружить с моими оригинальными пилторами или какой-нибудь оригинальной мессеичной кнопкой, как заставить это все работать и так далее. И вроде бы все все знают про эти станции, как что работает, но, тем не менее, эти вопросы очень-очень популярны. С ними сталкивался и я, и ребята из моей команды, когда доходили до всего этого. И почему разговор идет об оригинальных вещах, это потому что, ну, такие вот рации, это удел реконструкторов или моделистов, то есть людей, которые, да, так или иначе используют оригинальные вещи. Поэтому в случае с радиосвязью это тоже не исключение. Здесь тоже используются оригинальные вещи, и их как-то нужно дружить с китайскими рациями, потому что выбора, кроме вот тех раечных раций, на рынке нет. Ну, там есть Toy Soldier, United Star, все такое, но сейчас львиную долю рынка держат именно Triumph Industries по понятным причинам. Итак, сегодня я расскажу про то, как же дружить нужно оригинальные кнопки, оригинальные уши вместе с тираешьными рациями, на примере своей 152-й и 148-й, которые я вместе еще с некоторыми здесь вещами взял в магазине Punisher.com.ua. Это, опять-таки, ребята, о которых я уже рассказывал, которые в Украине специализируются по вот этим радиостанциям. Они помогут выбрать, они занимаются ремонтом, они могут их усиливать. То есть то, что TRI за 100 долларов продают, да, тут вам за копейки сделают. Продают различные кнопки, таскают уши и все остальное. По вопросам радиостанции и радиосвязи в страйкболе, да и не только, это к ним. Значит, первой на рынок компания Triumph Industries выпустила свои 152-е рации, у которых есть, если я не ошибаюсь, 3 или 4 варианта. Самый обычный вариант, затем такой вариант с усилителем впаянным. Усилитель, который позволяет вам использовать динамические микрофоны, то есть микрофоны, которые стоят на боевых пилторах и других гарнитурах, а также при этом отключающий внешний динамик рации во время радиопередачи. Затем есть еще вариант вместе с Bluetooth и GPS-передатчиком. Сзади у него есть еще одна выступающая антенна. И вообще, если говорить о реконструкции или моделировании, то этот вариант будет более правильным, потому что, например, смотря на фотографии, ну, к примеру, зеленых беретов последних годов, все используют радиостанции только с вот этими вот передатчиками сзади. Второй же на рынок была выпущена довольно недавно, по-моему, то ли в начале этого, то ли в конце предыдущего года. 148-я рация от Triumph Industries, и она сразу шла по цене так же, как самая дорогая версия этой, то есть около 350 долларов, если я не ошибаюсь. И она сразу уже идет со всеми усиленными деталями. Она может работать как с динамическими, так и с обычными микрофонами. И может работать на два разных типа спикеров. На встроенный и на выносной. Но в отличие даже от паянной дорогой версии 152-й, в 148-й это сделано удобнее, потому что здесь выбрать тип микрофона и тип динамика вы можете с помощью 4-х кликов в меню. А здесь это просто на аппаратном уровне вшито. То есть, что у нас получается? 148-я сегодня будет просто примером и показом того, как это все может работать без каких-либо изменений, потому что она может работать совсем оригинальным уже из коробки. 152-е дешевых версий нужно дорабатывать. Как именно, сегодня и расскажу. Итак, в чем же заключается проблема? Проблема первая заключается в том, что при подключении боевых кнопок и боевых ушей у вас будет все работать. У вас не будет работать микрофон, вас не будут слышать. И вторая проблема в том, что звук у вас в наушниках будет отличный, все будет хорошо идти, но внешний динамик самой радиостанции отключаться у вас не будет. То есть, будет дублировать все, что вы слышите в ушах. Сейчас я это покажу. Берем 94-ю от MSA. Подключаем уши. Как вы слышите, динамик у нас не отключен. В то же время, надеюсь, вы это услышите. В наушниках звук есть. Затем делаем второй эксперимент. Компания Triumph, помимо того, что выпускает сами радиостанции, она также занимается продажей кнопок. Кнопки они делают как свои, то есть реплики, так они и берут оригинальные кнопки и немножко работают над ними. Как показал мой опыт, конкретно с вот этой кнопкой, это кнопка компании Triumph Industries. Вообще, это Nexus'овская 94-я боевая, которую они немножко подлатали. Подлатали в каком смысле? Теперь, при подключении этой кнопки, у вас будет отсоединяться внешний динамик. Но усилителя, как такового, в этой кнопке нет. То есть, у вас не будет работать динамический микрофон. Ну, по понятным причинам. Зачем Triumph делать кнопку, которая будет убивать нужду в дорогой версии на 100 долларов дороже. Их же раций. Вообще, на самом деле, вся фишка того, чтобы отключался внешний динамик, это нужно закоротить два контакта. Если я не ошибаюсь, контакты E и D. Я могу ошибаться, но это основная идея, что закорачиваются два контакта. И у вас не работает внешний динамик при подключении. Что, в принципе, они сделали с этой кнопкой. Никакого усилителя здесь не стоит. Усилитель нужно ставить самому, чтобы у вас работали боевые пилторы. Итак, кнопка доработанная TRI. Контакты закорочены. Внешний динамик отключен. В пилторах звук есть. Тоже еще один вариант. Продаются вот такие вот переходники. Элементарно просто. Ставится один конец на рацию, другой подсоединяется к кнопке. Внутри закорочены два контакта, и вы можете ставить боевую кнопку неизмененную. Просто у вас будет вот такой вот переходник. Смысл точно такой же отключает внешний динамик. Но ничего из упомянутого вам не поможет использовать динамические микрофоны. Для этого нужно паять усилитель. Дело это совершенно простое. Паять его можно куда угодно. Можно в кнопку, можно в саму рацию. Смысла это не меняет. У вас начинает работать динамический микрофон, и вы живете прекрасной жизнью. Те Раевцы продают рации с вот таким вот усилителем на 100 долларов дороже. Они продают сам усилитель, который вы сами можете впаять, что-то долларов за 60. Ну а по факту это копеечное дело. И как это работает на примере с 148, чем она мне очень нравится. Мы заходим в меню. И здесь в меню мы видим пункт Mic Type и Speaker. Здесь в Mic Type, как вы видите, можно выбрать Caption или Dynamic. Caption это обычные китайские микрофоны. Dynamic это те, которые используются в боевых пилторах. То есть сейчас, если мы выберем Dynamic, а также выберем динамик не Inside, а External, Как вы слышите, у нас отключается динамик самой рации. И мы можем использовать боевые уши и боевые кнопки без каких-либо проблем. Вот так вот путем нажатия нескольких кнопочек. Смотрим. Подсоединено все оригинальная кнопка без переработок. Стандартная 94 МСА. Третья пилтор. У нас рации находятся на одной частоте. Смотрите. Как вы слышите, все работает. Идет звук от микрофона. Вызов идет, но внешний динамик у самой рации не работает. В пилторах все слышно. Лично я сейчас использую непаянную, обычную, самую дешевую, 152 от TRI. И использую Хайрисовскую кнопку, таксу, как я их называю. Это кнопка, которая одновременно в себе вмещает и микрофон, и динамик. У которой есть два режима громкости, которые вы можете переключать. А сам основной уровень громкости зависит от того уровня, который выставлен у вас на рации. Очень удобная штука в рейды, в какие-то боевые миссии. Не совсем удобно ее использовать по той причине, что она может выдать вас и вашу позицию. Потому что, ну как обычно, там какие-то помехи случатся в эфире. И у вас резкий какой-то шум пойдет, или еще что-то. Но я, в принципе, ей очень доволен. Потому что она выполняет те функции, которые от нее нужны на 100%. Ей не нужны никакие усиления. Не нужно париться с ушами, со всем этим. Но все равно, рано или поздно, я буду покупать себе пилторы. Буду использовать с, возможно, 94-й. Возможно, с пилторовской кнопкой. Но в любом случае паять придется. Потому что использовать какие-то китайские микрофоны... Да, есть еще один вариант. Вы можете взять со своих пилторов боевых, снять динамический микрофон и поставить китайский за 10 долларов. Но это совсем кощунство. Я не вижу смысла этого делать. Лучше я подпаяю усилитель в рацию или в кнопку. И буду использовать нормальные микрофоны. И так, еще раз, чтобы подытожить. Есть основных два действия над вот такими вот рациями. Это замыкание двух контактов для отключения работы внешнего динамика во время радиопередачи. И второе, это пайка усилителя для работы динамических микрофонов. Чтобы заставить... Вот вы купили обычную рацию, она у вас из коробки. У вас есть боевые пилторы, есть боевая кнопка. Вы хотите, чтобы все это работало. Что вам нужно? Вы отсылаете мастеру все это дело, если сами не умеете это делать. Он вам на кнопке замыкает два контакта и паяет усилитель. Либо в рацию, либо в кнопку. После этого у вас начинает все работать так, как вам это нужно. В принципе, вот на самом деле тема простая. Просто кто-то что-то не так услышал, не договорил. И поэтому вот случаются на этой почве непонятки. И знаю просто не один случай, когда люди хотят себе вот такую вот классненькую рацию, но смотрят на все это и думают, вот нафиг, к черту мне это все нужно. Потом мне вот это играться, непонятно, что куда относить, куда что паять, какие контакты, еще что-то. Как видите, на самом деле все до невозможности просто. Надеюсь, я как-то помог. Всем спасибо, что смотрели это видео. И до встречи. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова